Отстраненный от должности генеральный прокурор Александр Стояногло обвиняет главу государства Майо Санду в причастности к фальсификации одного из уголовных дел, в которых он фигурирует. Стояногло написал в сообщении, размещенном в социальных сетях, что в январе 2021 года президент якобы посетила Украину, где якобы обсуждала с генеральным прокурором этой страны его случай. С другой стороны, президент Майо Санду категорически отвергает обвинение и заявляет, что не вела дискуссий о Стояногло в Киеве. Александр Стояногло пишет, что в январе 2021 года люди из окружения Майо Санду якобы ездили в Украину с копией паспорта и его жены и, пользуясь проблемами в законе в соседней стране путем различных фальсификаций, якобы сделали ее бенефициаром двух украинских компаний. По словам Стояногло, целью было очернение его имиджа как генпрокурора. Стояногло также пишет, что фальсификация документов не могла произойти без серьезной политической поддержки и прикрытия со стороны спецслужб, находящихся в прямом подчинении президента Республики Молдова. Позже 11 января 2021 года президент Республики Молдова Майо Санду посетила Киев, где встретилась со своим коллегой Владимиром Зеленским. По словам Стояногло, на встречу также был приглашен генеральный прокурор Украины, с которым глава государства якобы обсуждала дело Стояногло. Отстраненный от должности генпрокурор говорит, что знает содержание разговора и опубликует его, чтобы узнала вся страна. В ответ в администрации президента заявили, что Майо Санду категорически отвергает обвинение в том, что в Киеве она обсуждала дело Стояногло. В сообщении ведомства говорится, что глава государства внимательно следит за ходом реформы прокуратуры и юстиции в целом, которая проходит с трудом и выражает уверенность, что недавние изменения в антикоррупционной прокуратуре дадут заслуживающие доверия результаты для общества и приведут к росту доверия граждан к акту правосудия. Напомним, 6 января 2021 года бывший глава антикоррупционной прокуратуры Виарел Марарь заявил на пресс-конференции, что конечным бенефициаром двух украинских компаний, принадлежавших Вячеславу Платону, якобы является жена Стояногла Цветана Курдова. По утверждению Мараря, эта информация свидетельствует о связи между Платоном и Стояногла и объясняет решение генерального прокурора, потребовавшего пересмотреть дело, по которому Платон был приговорен к 18 годам лишения свободы. И Стояногла, и Платон отвергли данные обвинения. Мы обратились по электронной почте в администрацию президента Украины и украинскую генпрокуратуру с вопросом о том, поднимались ли в ходе визита Майя Санду темы, связанные с Александром Стояногла. Ответы на запросы пока не поступили. Напомним, Александр Стояногла был задержан в начале октября прошлого года. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, пассивной коррупции, указании ложных данных в декларациях и превышении власти. Стояногла отвергает обвинения и заявляет о своей невиновности. Представители ПДС до возбуждения уголовных дел против Стояногла заявили, что он должен покинуть должность. После его отстранения Майя Санду обратилась к Высшему совету прокуроров с просьбой изучить работу Стояногла на посту. Он набрал 2,19 балла и получил оценку неудовлетворительно. В отчете комиссии говорится, что Стояногла назначал людей, подозреваемых в причастности к коррупции, и заводил уголовные дела против прокуроров, которые расследовали резонансные случаи. Александр Стояногла заявил, что представленные в докладе выводы носят манипулятивный характер. В дальнейшем Высший совет прокуроров предложил президенту отправить Стояногла в отставку. Майя Санду пока не подписала указ об увольнении. Сейчас Александр Стояногла находится под следствием, оставаясь на свободе. Он обжаловал свое отстранение от должности в апелляционной и высшей судебной палатах. Дело дошло до Европейского суда по правам человека, который обратился к властям за разъяснениями. Во-первых, по поводу доказательств, послуживших основанием для задержания и содержания Александра Стояногла под домашним арестом. А во-вторых, по вопросу запрета на участие в публичных собраниях и на общение с прессой во время следствия.